Повышение минимальной заработной платы на 11% и перерасчет пенсии. В первую очередь людям, которые много работали, но мало получали. В правительстве презентовали проект бюджета на следующий год. Кроме того, анонсированы изменения в сферах энергетики, медицины и децентрализации. Подробнее о главном финансовом документе страны далее в сюжете. В проекте бюджета 2019 рост экономики заложили на уровне 3%. Минимальную зарплату с 1 января планируют повысить на 450 гривен, до 4173 гривен. Большую прибавку к зарплате должны получить военные и сотрудники правоохранительных органов. Військовослужбовец будет отримать минимальную зарплату не меньше 10 тысяч гривен. Национальная полиция, Национальная гвардия, ДСНС, они будут отримывать, соответственно, меньшую заработную плату, но все-таки не меньше 9 тысяч гривен. Один из приоритетов бюджета 2019 – энергонезависимость. В следующем году Кабмин планирует выделить на модернизацию угольных шахт более 2 миллиардов гривен и еще 700 миллионов гривен на реконструкцию гидроэлектростанций. На программу энергоэффективности Кабмин хочет дать 2 миллиарда гривен. По мнению экспертов, из-за низкой энергоэффективности Украина ежегодно теряет почти полтора миллиарда долларов. Инфляция в следующем году должна замедлиться до 7,4% против 10% в этом году. Подорожание товаров напрямую связано с ростом курса доллара, но в презентации проекта бюджета о девальвации гривны смолчали. Согласно же опросу, нестабильная гривна – одна из трех причин, почему инвесторы не спешат в Украину. Без инвестиций не может быть роста экономики, роста благосостояния. И мы не можем производить в стране достаток товаров. Премии иностранные инвестиции у нас пока не сильно растут. Они где-то так стагнируют около полтора-два миллиарда долларов в год. Украина должна в год привлекать как минимум 5 миллиардов долларов внешних иностранных инвестиций. Кабмин предлагает выделить 2 миллиарда гривен, чтобы в следующем году в государственных поликлиниках не нужно было платить за УЗИ, анализы и прочие исследования. Еще примерно на 2 миллиарда профинансируют программу «Доступные лекарства». Бюджет Госфонда регионального развития вырастет до 9 миллиардов гривен, а на развитие объединенных территориальных общин правительство выделит почти 2 миллиарда гривен. Обещают добавить деньги и на образование. Согласно бюджетному кодексу, Верховная Рада должна принять проект бюджета до 1 декабря.